Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Итак, нравится очень одна девушка на работе. Вы ей как-то давали знать о том, что она вам нравится? Пригляли ли вы к ней симпатию? Пробовали ли вы как-то что-то делать? Для нее. Именно для нее. Пытались ли вы что-то предпринять? То есть делали ли вы попытки сближения с ней и так далее? То есть не осталось ли у вас симпатия только на бумаге? Только на словах. Потому что если столько на словах, она вам нравится. Я боюсь, что ничего хорошего из этого не получится. Девушкам, в общем-то, нужны поступки, а не слова. Вы говорите, что вроде, но не могу понять, нравлюсь ли я вообще. И она тоже этого еще не знает. Может быть. Как она может знать, нравится ли вы ей или нет? Ведь вы друг с другом знакомы совсем недолго. Если я правильно понял вас. Или может быть даже знакомы, но никак не сближались, никак не пересекались, да, никак не давали друг другу шансов проявить себя. Проявить себя именно как мужчина и женщина. Соответственно, можно ли говорить о том, насколько она уверена в том, допустим, что вы ей нравитесь или нет? На мой взгляд, нельзя. На самом деле, вопрос немножечко в другом кроется. Вопрос кроется в том, зачем вам знать, нравитесь вы ей или нет? Для чего это нужно вам? Ведь если она вам нравится, то все, что нужно сделать, это проявить себя. И все. По сути дела. То есть не бойтесь себя проявлять, не бойтесь оказывать свою симпатию к ней. А вот если боитесь, если сомневаетесь, если есть неуверенность в себе какая-то. Вот тогда уже можно о чем бы говорить. Тогда уже можно что-то обсуждать. Потому что, ну, вы же понимаете сами. Что если вы боитесь, если вы не можете ей показать свою симпатичность, это проблема ваша. И кроме того, если вы интересуетесь тем, нравится ли вы ей, значит, опять же, потребность именно ваша. То есть вам нужно знать. Для себя, вам это необходимо. Для себя. Опять же. Понимаете? А это момент, потому что это говорит о том, что вы к ней относитесь, ну, может быть, я не говорю, что это действительно так, но, может быть, вы относитесь к ней не совсем искренне. Вот. Может быть, вы относитесь к ней, ну, допустим, через свои желания, через свои желания. То есть у вас вот есть потребность, да, там, например, быть с той девушкой, ну, с определенной девушкой, да, у вас есть потребность быть с определенной девушкой. И вы хотите с ней быть. Просто потому что она реализует вам какие-то свои желания, ну, или могла бы это сделать. Потому что во всем другом, в любом другом случае, да, в любых других обстоятельствах можно говорить о том, что вы бы вели себя с ней куда более открыто. Понимаете? Вот. То есть тут нужно подумать в первую очередь о том, чего хочется вам. А дальше уже смотреть по обстоятельствам, дальше уже смотреть по ситуациям, дальше уже смотреть именно по каким-то вашим ощущениям, по эмоциям. То есть еще раз, девушка вам не скажет, ставитесь вы ей или нет. Вы говорите, вроде на меня поглядывает, а через раз, ну, говорить не желает. Так что это немного странно. То есть вы хотите сказать, что девушка с вами не хочет вступать в контакт. Но почему, если вы на работе с ней, да, если вы с ней на работе, то логично, что вы общаетесь. Логично, что вы как-то взаимодействуете с ней. Вот. Соответственно, если она с вами не хочет взаимодействовать, значит у нее к вам предвзятое мнение по какой-то причине. Вот. И нужно, соответственно, понять, почему так. Откуда это мнение появилось? Если человек не хочет разговаривать, значит она точно знает о вас. Что вы можете быть, например, ну, я не знаю, ей неприятны или что-то еще. Да? Вот. Но ведь у этого должны быть причины, да, у этого должны быть основания, правильно, для того, чтобы как-то вот вас, например, там, я не знаю, игнорировать. Для этого же должны быть какие-то, ну, хотя бы предлоги. А предлогов-то получается адекватных, по крайней мере, исходя из того, что вы говорите нет. И тут возникает логичный вопрос. А что тогда происходит? То есть либо вы уже сами совершили какую-то ошибку, ну, какую-то где-то вот как-то в чем-то вы ошиблись по отношению к девушке. Вот. Либо вы просто не проявили к ней достаточно внимания, не проявили к ней достаточно такого, ну, достаточного уровня активности. Вот. Скажем так. И, соответственно, из-за этого, из-за этого такая ситуация и стала иметь место быть. Опять же, почему так происходит? Сказать довольно сложно. Мы не экстрасенсы, да. Вот. Вот. Мы, скорее, аналитики, ну, в большей степени мы аналитики. Вот. И, соответственно, исходя из этого, исходя из того, что мы аналитики, я так вот думаю, что нужно все-таки больше информации. Об этой ситуации, да. Об этой вот. О том, что происходит. Дальше. В ИПЖД даже очень редко первые приветствуют. Ну, здесь может быть такая ситуация, что она почувствовала ваш интерес к себе. И боится теперь, что вы будете, ну, может быть, к ней как-то приставать или что-то еще. Вот. Вам нужно постараться показать ей, что вы интересуетесь ей, конечно. Вот. Но интересуетесь ей в том числе еще и как человеком. Вот. не только как девушкой, ну, которая вам понравилась, а еще и как человек. Если у нее к вам есть какие-то претензии, да, то вот увидя от вас такое поведение, она, ну, должна, по крайней мере, должна расслабиться. Расслабиться. Вот. Более или менее расслабиться. И тогда вы уже можете не взаимодействовать. Вот так вот. Так вот. Так вот. Более активно. Скажем так. Дальше идем. В общем, по ходу, дело гиблое, пишите вы. Не очень понятно, откуда такое умозаключение. Ведь вы, как я понял, с ней даже еще не пробовали сближаться. И вы не пробовали с ней как-либо взаимодействовать. Откуда у вас такие заключения, что дело гиблое? Откуда такие пораженческие настроения у вас? Ну, то есть, почему? Почему? Почему так? Почему вы считаете, что все? Как бы не получится ничего уже больше. Вот. Понятно, что это, может быть, будет нелегко. Понятно, что, может быть, это будет не так просто. Просто, это понятно. Ну, так, никто и не говорил, что будет легко. Никто и не говорил, что будет просто. Понимаете? Если вам хочется, например, ну, я не знаю, там, девушку добиться, если вы хотите добиться ее, то для этого нужно, для этого прямо нужно что-то делать. То есть, само собой, вот, само собой, да, это не придет. Никак. К сожалению. Поэтому, вы решите для себя, вот, хочется ли вам, ну, ее добиваться, хочется ли вам делать что-то, для того, чтобы она, например, была с вами. Если да, то нужно, вот, стараться. Если нет, ну, что ж. А значит, тогда выбирайте другую, более легкую, более доступную, может быть, более простую и так далее. Ну, и в этом случае я бы рекомендовал вам, в первую очередь, отдавать себе отчет в том, а зачем она мне? Зачем мне именно эта девушка? Вот. 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 Что я в ней, там, нашел и так далее. Вот. Вот. Постарайтесь, для начала себе на эти вопросы ответить. Вот. Дальше. С другими девушками говорю спокойно, любые темы могу обсуждать, рядом с ней, как будто ступею, делаю глупые поступки. Ну, во-первых, кто сказал, что вы совершаете глупые поступки? Ну, а то есть, почему глупые поступки? Откуда глупые? Вот. Ну, вот. И зачем вы себя обесцениваете? Во-вторых, у вас мотивация, мотивация слишком сильная быть с ней, с этой девочкой, близиться с ней. Мотивация явно не соответствует уровню ваших отношений. Да? То есть, уровню того, что вы делаете. Уровню того, что вас объединяет. Значит, мотивация не имеет ничего общего с этой девушкой. Вообще. Ну, равно, в общем-то, равно, как и любовь. То есть, любовь, она... произвольна, она не требовательна и безусловна. А у вас, у вас, видите, вам хочется быть с ней. Это неплохо, но нужно понять, что за этим стоит. Понимаете? Вот. Нужно понять, что за этим кроется. И тогда, я полагаю, будет гораздо легче. То есть, вы сможете, например, и свои подредности удовлетворить. Ага, вот. Вы сможете и с девушкой достаточно безболезненно для себя находиться. И она не будет чувствовать у вас того, например... Я говорю, что это так, но, например... Что ей не подошел. Напомню. Понятно, что пока неизвестно, что именно ей даже не подошел. Понятно, что пока мы не знаем, почему у вас не складываются отношения. Нужно анализировать ваше поведение, ваше желание, то, чего вы хотите. И тогда, я думаю, очень быстро вы придете к пониманию того, чего же вам все-таки нужно. Вот. А девочка-то она вам ничего не должна. Девочка-то она... Как бы... Вообще, может быть, даже не знает о наличии у вас симпатии. А может быть, у нее есть парень, если вы об этом тоже не задумывались. Вот. То есть, есть какой-то вот элемент, знаете, такой нерешительности у вас. В конце концов, кто мешает пригласить ее, просто попить в кафе, выпить кофе и так далее. Поговорить. Просто. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. А если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.